Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очевидной выпуск новостей сегодня в эфире. Природные горячие источники Багеша в Западной Армении согревают посетителей зимой. Турецкие адвокаты и националисты шантажируют армян. ЕС призвал Турцию не подрывать региональную стабильность. ООН призывает израильскую армию покинуть оккупированные голландские высоты. Гуманитарная помощь, собранная для армянской общины Сирии, достигла Алеппо. США завершают вывод войска Северной Сирии и глава Пентагона. Было начато расследование в отношении Тигранакерской палаты адвокатов в связи с их заявлением о геноциде против армян. Природные термальные источники Бетлиса принимают посетителей летом и зимой. Десятки людей из многих городов Западной Армении входят в природный бассейн с горячей водой, игнорируя сильные морозы. Ревматизм, грыжа позвоночника, кальцификация, артрит, синусит, воспаление нервной системы, почек и мочевого пузыря. Эти воды полезны для лечения этих и подобных заболеваний. Именно поэтому даже в суровую зиму нет недостатка в посетителях. В заявлении в бюллетене националистической коллегии адвокатов Константинопольской палаты адвокатов было опубликовано заявление, что само по себе является легким шантажом против армян. Они угрожают армянам депортацией. В журнале Константинопольской националистической коллегии адвокатов была опубликована статья, где геноцид против армян 1915 года называют короной головы, то есть серьезной проблемой. В ноябрьском бюллетене группы был опубликован отчет о депортации националистического писателя Мустафы Залика. На первой странице бюллетени, озаглавленного как вчера, сегодня мы вернулись к перемещению армян 1915 года, говорится, что они стоят за геноцидом против армян 1915 года, в результате которого был убит 1 миллион человек. В заявлении, в котором говорится, что они относятся к авторам геноцида, с уважением выдвигается депортация как объявление войны. Вы можете прочитать полную историю на нашем сайте. ЕС призывает Турцию, которая заключила с Ливией меморандумом о разграничении морских пространств, уважать суверенные права соседних государств, в том числе Греции и Кипра, и воздерживаться от подрыва региональной безопасности, говорится в заявлении Европейской ДИП-службы. Президент Турции Реджеп Тайпардаган и глава правительства национального согласия Ливии ФАЕС Сарадж в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. В ЕС отметили, что двусторонний меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией, о разграничении морских пространств не был обнародован. Необходимы дальнейшие разъяснения по его содержанию. Мы ожидаем, что этот текст будет незамедлительно передан для ознакомления ЕС, говорится в сообщении. ЕС полностью солидарен с Грецией и Кипром в связи с недавними действиями Турции в Восточном Средиземноморье, говорится в заявлении. Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные голландские высоты, передает корреспондент Рея Новости. За документ проголосовало 91 государство, против 9 воздержались 65. Он призывает Тель-Авив уйти с сирийских голланд до линии 4 июня 1967 года, закрепленной соответствующими резолюциями Совбеза ООН. Решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских голланах, названо недействительным и не имеющим никакой юридической силы. Собранная армянами Краснодарского края гуманитарная помощь доставлена в Сирию, сообщил в среду пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Артрун Ованисян. Около 80 тонн гуманитарной помощи, собранной армянами Краснодарского края для армянской общины Сирии, доставлены в Алеппо при непосредственном содействии Министерства обороны России, написал Ованисян в Facebook. Доставить груз удалось благодаря договоренности, достигнутой между министрами обороны Армении и России Давидом Тунуяном и Сергеем Шойгу. Гуманитарная помощь будет роздана представителям армянской общины и жителям Алеппо. Американские войска покинули северо-восток Сирии, оставив на остальных позициях 600 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет Реутерс. Он отметил, что Пентагон сможет вводить или выводить небольшое количество военных при необходимости. Но в целом численность контингента будет колебаться в пределах 600 бойцов. При этом министр не исключает возможности дальнейшего сокращения присутствия США в Сирии. Министерство юстиции Турции разрешило провести расследование в отношении бывшего председателя коллегии, адвокатов Тигры Накерта и Исполнительного совета. Причина – объявление, сделанное Палатой 24 апреля 2018 года. Бывший президент Ахмед Озмен и 10 членов Совета управляющих были обвинены по статье 301 Уголовного кодекса, в частности за разжигание общественной ненависти и враждебности унижения Великого национального собрания Турции. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Хазер Папури. Музыка Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok